В Астане состоялось выступление всемирно известного саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. На сцене два поколения исполнителей. Открыли программу опытные музыканты с композицией «Молода и прекрасна». Мы начали с композиции, которую написал Николай Левиновский, музыкант, пианист, композитор, аранжировщик, с которым мы сотрудничаем очень много лет. Сначала я работал музыкантом в его ансамбле «Знаменитом Олегро», с которым мы тоже были в Алма-Ате, приезжали еще в советские годы. А теперь он является нашим главным аранжировщиком, мы его называем музыкальным директором. Легендарный коллектив Игоря Бутмана за 16 лет существования объездил с гастролями сотни городов различных стран мира. Неоднократно выступал в Карнеги-Коли, Линкольн-центре, а также в джазовом клубе Birdland. Российский саксофонист является продюсером международных фестивалей «Триумф джаза» и «Акваджаз». Вниманию алматинских ценителей искусства результаты своего творчества представила Акмара Лабулхаир. В социальных сетях фотографии работ художницы под псевдонимом Муся пользуются большим успехом. И теперь у горожан появилась возможность познакомиться с полотнами воочию на выставке под названием «Ассарти». Сегодня это некий срез всех работ за долгое время, пока я занималась творчеством, занималась иллюстрацией, занималась описанием картин. То есть это примерно, наверное, около 10 лет. На выставке представлены иллюстрации автора, которые выставляются впервые. Тема выставки – калейдоскоп событий из разных временных отрезков, все работы объединяет акварель. Яркие и самобытные иллюстрации продемонстрируют другую грань творчества художницы, которая работает в различных направлениях и стилях. Меня очень много знают именно как художника, который рисует акрилом и маслом, но никто никогда не видел живую работу моей иллюстрации, работы акварели. Во время творческого вечера художница рассказала гостям о том, как создает свои произведения и что ее больше всего вдохновляет. Чаще всего музой для иллюстратора служат сами герои литературных произведений. В настоящее время Акмарал планирует переезд в Астану, и следующая выставка ее работ состоится уже в столице. В зале «Казахконцерта» в Алматы прошло нестандартное мероприятие. Булат Тыныбеков и его коллеги – музыканты представили каверы на любимые саундтреки из фильмов, мультфильмов, сериалов и компьютерных игр. Широко известные мотивы собрали в этот вечер полный зал. Мы поняли, что это действительно очень популярная тема саундтреки, и таким образом мы можем знакомить зрителей с классическими инструментами через популярные вещи. Поэтому наша миссия, конечно, в первую очередь познакомить наших зрителей с классической музыкой. Стоит отметить, что это уже второй подобный концерт на этой сцене. Молодой талантливый виолончелист посредством хорошо знакомых мелодий старается приобщить как можно больше слушателей к звучанию классических музыкальных инструментов. Как и у любого слушателя, киномана, зрителя, у меня есть любимые такие же саундтреки, саундтреки как «Стар Уоррс», «Пираты Карибского моря», «Свит Диспозицион» из «100 дней лет» фильма. Честно говоря, очень много, и настолько много у нас произведений, что у нас получится сегодня целый марафон впечатлений. «Амели», «Один плюс один», «Секретные материалы» и многие-многие другие известные картины вспомнили алматинцы в этот вечер. Академическая обработка и переложение для классических инструментов заставили звучать любимые произведения киноманов по-новому. Следующий концерт, запланированный на середину августа, музыканты посвятят творчеству Андрея Бачелли. Государственный оркестр Камерата Казахстана представил новую программу «Мелодия намадов». Большой концерт состоялся в Театре Астана-балет. В программе прозвучали яркие произведения современных казахских и тюркских композиторов. «Бостонский ветер Алмаса» Серкибаева, «Дождь» Еркеша Шакеева, «Гаухар Кюй» Балнур Кадырбековой и многие другие произведения. Наша особенность в том, что мы ушли далеко вперед от европейской музыки, которая сильно деградирует, в котором нет ни интересного музыкального мелодического начала. У нас музыка основана на конкретных национальных интонациях с музыкальной формой мировых достижений. Триумфальным финалом музыкального вечера стал знаменитый кюй-курмангазы Балбырау. Субтитры создавал DimaTorzok